Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. Сегодняшнее видео в преддверии осенне-зимнего сезона я хочу посвятить пилингам, немножечко рассказать, какие они бывают, из чего состоит протокол процедуры пилинга, какие есть нюансы постпроцедурного ухода, кому можно, кому нельзя делать пилинги. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Химический пилинг – это стимуляция обновления эпидермиса, как правило, иногда и дерма, в зависимости от глубины повреждения. То есть это изначально негативная стимуляция, то есть мы повреждаем поверхность кожи для того, чтобы стимуляция отшелушивания обновила, например, роговой слой. Или, например, если пилинг более глубокий, то есть поверхностный пилинг повреждает роговой слой, например, срединный пилинг повреждает дозернистого слоя эпидермис, а глубокие пилинги, которые сейчас в наше время уже в основном замещены лазерными воздействиями, может повредить даже дерму – сосочковый сетчатый слой. То есть это уже равносильно глубокому ожогу. Но в основном сейчас используются химические пилинги поверхностные или поверхностно-срединные. Более глубокие повреждающие процедуры все-таки выполняются с помощью лазерных методик. Для чего нам вообще нужен пилинг? Естественно, с возраста замедляется обновление эпидермиса. Кроме того, у человека может быть гиперкератоз из-за этого тусклая кожа, у человека может быть пигментация, нужно скорректировать тон, то есть осветлить кожу, насколько это возможно. Сразу хочу сказать, что глубоко расположенный дермальный пигмент, он зачастую даже лазерным методикам с трудом поддается для коррекции. Поэтому пилинги, кислоты, эндимы, они могут избавить только от поверхностно-расположенного пигмента, чтобы не было обманутых ожиданий. Также микрорельеф нас волнует, чтобы была более гладкая кожа. Акне и постакне – воспаление. Расширенные поры тоже хорошо поддаются коррекции какими-то пилингующими составами, отшелушивающими. И таким образом мы вот эти задачи решаем при помощи различной концентрации кислот, к примеру, различный PH, то есть кислотность может быть ниже, может быть чуть выше. Чем ниже PH, водородный показатель пилинга, тем он будет агрессивнее, например, при одной и той же концентрации кислот. На самом деле, чем выше концентрация кислоты и чем ниже PH, тем агрессивнее пилинг. Чем меньше кислот в составе пилинга химического и чем выше PH, выше 3,5, например, тем он будет более поверхностный и менее агрессивный. Также на, естественно, агрессивный пилинг влияют и другие факторы, к примеру, фототип человека. Чем ниже фототип, то есть тем светлее кожа, тем более агрессивным будет, например, воздействие на него пилингующий состав. Состояние кожи может влиять, его чувствительность. Также может влиять текстура самого пилинга, его основа, из чего он состоит. То есть это гелевый пилинг или спиртовой. Гелевые пилинги, они, как правило, менее агрессивные. Чаще всего они нейтрализуются просто смыванием водой. Для них даже не нужен щелочной нейтрализатор чаще всего. И гелевые пилинги используются как раз с целью поверхностного воздействия чаще, чем спиртовые. Спиртовые пилинги более агрессивные. И в отличие от гелевых пилингов, каждый последующий нанесенный слой пилинга углубляет повреждения. А если мы имеем дело с гелевыми пилингами, то каждый последующий слой, он просто позволяет пролонгировать эту процедуру. Например, не 5 минут, а 15 минут. Подержать, нанеся в 3 слоя по 5 минут. Потому что пока пилинг в влажном состоянии находится на коже, он работает. Как только он подсыхает на коже, он уже работать не будет. Поэтому нужно нанести следующий слой и хорошенечко его еще и втереть. Потому что втирание гелевого пилинга, оно, наоборот, способствует его более глубокой пенетрации. То есть впитыванию в кожу. Распределению в ней. Спиртовые пилинги тоже втирают. Но, как правило, их, конечно, втирают не руками даже в перчатках, а таким специальным, как мы называем, камышом. То есть такой большой ватной палочкой. Что еще важно знать о пилингах? Конечно, нужна подготовка к пилингам. Если это, например, ретиноиевый пилинг, к нему готовят ретинолом. То есть средствами с ретинолом. Например, нашими ретидермами можно готовить к ретиноиевому желтому пилингу. Если это, например, кислоты, пилинг достаточно агрессивный. К нему хорошо бы какое-то время, до месяца, готовить кожу, устранять гиперкератоз, чтобы потом пилинг равномерно распределился. Более легкими кислотными препаратами, например, у меня здесь представлены. И они же используются для пролонгирования эффекта, например, после пилинга. То есть ретиноиевые пилинги пролонгируются препаратами с ретинолом, кислотные пилинги – препаратами с кислотами чаще всего. Что еще важно понимать? Когда мы строим протокол процедуры пилинга, у нас должно быть эффективное качественное очищение кожи. Мы можем использовать уже на этом этапе средства, очищающие с кислым ПАЖ, например, с печей кислотами или с ахокислотами, мусс взять. Можем использовать тоник с ахокислотами. Можем подготовить кожу энзимным пилингом. Энзимные пилинги – это тоже разновидность пилинга, но это больше пилинг-эксфолиатор для регулярного ухода и для подготовки кожи к каким-то процедурам косметологическим. Но в протоколе процедуры пилинга мы можем использовать энзимную маску как предуход. То есть мы нанесли ее, выдержали 10-15 минут, сколько положено, или даже сделали по ней легкий массаж влажными руками, а потом уже нанесли более сильный пилинг, и этот пилинг будет уже хедлайнером этой процедуры, основным его активным этапом. Важно также помнить, что если мы используем агрессивные пилинги, нам нужно стимулировать заживление после него. То есть пилинги, которые вызывают шелушение, как правда спиртовые, агрессивные пилинги, требуют заживляющих репарантов в постуходе. Это, например, гель-интесифрегенерация в первые несколько дней после пилинга мы назначаем. И когда у нас пациента начинается уже эпитализация, корочки образуются, стягивает лицо, то мы можем добавить поверх регенерирующего препарата, с пантенолом, с бета-глюканом, можем добавить силиконно-масляный состав, гель-сараминский сейвер, который позволит этот дискомфорт от стянутости, от шелушения пережить более хорошо, более комфортно будет человеку этот период пережить. Также не стоит забывать, что мы должны обязательно защищать кожу от солнца. Мы защищаем кожу от солнца максимальным уровнем защиты после пилингов. И в данном случае хочу предложить, конечно же, легкий новый наш солнцезащитный флюид, увлажняющий SPF 50+, с невесомой совершенно текстурой и с инкапсулированными фильтрами ультрафиолетовыми, UVA и UVB покрывают они спектр излучения, и наш всем известный уже мультипротектор SPF 50+, oil-free, текстура безжировая. Таким образом мы собираем такой протокол, собираем пост-уход, пролонгируем эффект кислотными, или там, допустим, осветляющими препаратами, например, с коевой кислотой, как сайвертка Brightening Skin. Обязательно защищаем кожу от солнца. Если нужно кожу простимулировать ее заживление, не забываем о репарантах и барьерных средствах. И таким образом мы получим оптимальный эффект, минимум возможности осложнений и хороший результат на выходе. Кому же совсем нельзя, в заключение скажу, делать пилинги, конечно же, мы не делаем их беременным, мы не делаем в обострении какого-то заболевания, хронического или острого, герпетическая инфекция, какие-то другие вирусные заболевания кожи тоже не позволяют делать пилинги по пиломатоз, например, или бородавки, если вдруг, ну какие-то, в общем, такие повреждения, которые не предусматривает возможность сделать пилинг. Также, естественно, мы не будем делать пилинг, если кожа гиперчувствительная, когда она на всё реагирует, аллергии, если у человека, например, на компоненты пилинга или вообще аллергоготовность повышена. То есть мы не повреждаем то, что уже повреждено. Такие нехитрые правила хотела вам рассказать сегодня про пилинги. Если у вас будут ещё какие-то вопросы, задавайте их под видео в комментариях, я с удовольствием на них постараюсь ответить. Также ставьте лайки или дизлайки, как угодно, но не забывайте нажать на колокольчик, чтобы первым узнать о выходе новых видео. Всем всего доброго!